Ну что друзья, всем приветик и сегодня мы вылетаем на вечер бокса в Узбекистан. Ну что друзья, всем приветик и сегодня мы вылетаем на вечер бокса в Узбекистан. Там 3 апреля будет огромное мероприятие на Хуму-арене. Это первое в истории узбекистанского бокса такое шоу и оно уникально. Во-первых, два своих титула будет защищать Муражон Ахмадалиев. Это первый узбекский боксер, который как раз таки владел двумя полноценными титулами. На данный момент он владеет титулом WBIB в весе до 55,3 килограмма, это 122 паунда. И его соперником будет непростой японец Рясоки Иваса. Он третий номер мировой рейтинга. Также в рамках этого вечера бокса вы можете увидеть, как такие боксеры, как Исраил Мадримов, Хасамбой Дусматов, Махадир Джалолов, Шахрам Геасов будут отстаивать свои безупречные рекорды. Соперники у всех ребят далеко не простые. События мирового масштаба, на котором я лично еще ни разу не работал. И это очень хороший шанс показать себя и проявить. Здесь на то, что получится поговорить с иностранными коллегами, может быть, как-то попробовать перенять опыт, пообщаться. Знаю, что этих узбекских боксеров ведет очень хороший тренер Джоэль Диэс, который сам имеет очень хороший, большой профессиональный опыт, даже дрался за титул чемпиона мира. Поэтому будет очень интересно и постараюсь вам все это показать, как можно подробнее рассказать. И надеюсь, что у меня все получится, ребята. Большое спасибо. Смотрите дальше, увидимся в Ташкенте. Ну что, ребятки, масочный режим соблюдаем или как? В общем, все, сели мы на борт. Трехрядный у нас самолет, такой аэрбаз. Я давно на таких не летал. Ну и что, время там фиг знает сколько по Москве. Здесь, короче, 5 утра, но получается в Москве сейчас 3. Прилетели, поспали, всю дорогу спали. Какой у нас самолет был. Вышли мы с аэропорта выходим. С чемоданчиком, смотрите, одолеет у вас. Как здорово. Первый глоток воздуха. Здорово. Смотрите. Супер. Салют. Время 7 утра. Мы пришли на заходы. Шикарный стол. Павел сидит в клябе. Водичка, кофе. Очень здорово. Очень хорошая гостиница у нас. Очень все зеленое. Тепло, солнечно. Мы сейчас покушаем, поменяем денежку и пойдем гулять. Сходить на рынок сегодня успеть. У нас там будет буквально пару часов. Посмотреть город. Надеюсь, что что-нибудь надо видеть. Находится на территории Ташкент-Сити. Так мало, что это недавно отстроено какой-то комплекс. Пока еще не помню. Только вышли вот из гостиньки с утра. Время 10 утра. Прям солнце. Смотрите, как красиво, короче. Паша идет. Животные всякие. Очень красиво, очень прикольно здесь. Короче, перед тем, как сюда ехать, посмотрел одно видео на Ютубе. О том, что здесь люди не пристают на базаре к тебе. Такой базар, смотрите, под куполом. Очень два похожих здания у них здесь. Цирк и базар вот этот. Все очень круто, но, блядь, пристают, капец. Четко. Вкусная минералка. Накупили всяких штучек, примочек, приправ, бананов сушеных, да не сушеных. Тюбетей куда-то. Иду сквозь рынок, пробираемся сейчас на станцию метро. У меня такой гештальт всегда, когда я в городе бываю, в крупном проехаться на метро обязательно. Местные предупредили, когда из отеля выходили, что ребята, ходите в масках. Старайтесь постоянно ходить в масках, поэтому практически ее не снимают. То есть, ну, хотя бы по носу так, чтобы создавать видимость. Потому что тут жара, сейчас 22 градуса и практически невозможно в маске ходить. Там дышать тяжело и в целом жарко. Вот, сейчас покажу вам метро чуть попозже. К метрополитену, такое обозначение. У нас же в Москве есть, где вообще у каждого метрополитена свой значок. Здесь такой, короче, черт сух. Вот такие дела. Сейчас посмотрим, что там как внутри. Вот так вот, сейчас купим два билетика. Один билетик 1400. А можно два, пожалуйста? И опять как мебель, да? Папец как мебель. Ну что, вестибюли. Метро не глубокое, а вестибюли маленькие, не очень похожи на московское. Ну, смотрите, тут табло там со временем точно такие же. Вот такое оформление. Мороженое продают, смотрите. Прикольно, да? Сейчас я вам поезд покажу. Сейчас поезд подъедет, смотрите. Ну что, это прям московский вариант. Вот сейчас с другой стороны был совсем другой поезд. Такой новый какой-то, похожий, я не знаю, на какой-то стрелок. Приветик. Сейчас готовимся. Последнее включение перед выходом на арену. Сейчас в номере находимся. Делаем подготовительные процедуры. В силу того, что работы будет достаточно, и возможно все эти бойцы будут идти подряд, с кем мы будем работать. Нам заранее необходимо заготовить определенного вида подушки. Для тяжеловесов чуть побольше, для легковесов чуть поменьше. Делается по-разному. Все какие-то свои техники, да, используют. Я использую, например, картонку. Просто получается так более-менее ровно. То есть я просто по картонке наматываю ее, и затем снимаю вот такую подушку. У меня здесь отдельный пакетик. Это так называемые палочки, свопс. Здесь есть вот часть самодельных. Вот это самодельные, вот это покупные. В силу того, что очень редко можно встретить их в России, и если заказывают, это выходит довольно дорого. Порядок, не знаю, 20 палочек может стоить там 1000 рублей. В этом нет особого смысла, поэтому проще купить хорошую вату. Допустим, у меня вот вата есть. Я ее вообще купил в Белоруссии. Она просто там не комкается. Я купил ее в Белоруссии. Несколько штук прям. И использую. Сейчас накручиваю на обычные ушные палочки вату, создавая больший объем, чтобы можно было в случае чего обработать рассечение. В принципе, все. Сейчас заготовим подушки. Потому что у нас там 4 поя подряд. Возможно, будет 4 пары. Чтобы времени заранее не терять. Лучше времени не терять. Сейчас вот заготовим эти подушки. И уже будем их использовать там. Хочу пожелать нам удачи. И я думаю, что все получится. А пока смотрите, какой вид из окна здесь. Вот так как раз таки арена. Вдалеке от Кума арена, где будет проходить сегодняшние бои. 20-тысячная арена, если мне не изменяет память. Должно быть очень-очень круто. Приветики. Собрались, выдали нам такую аккредитацию. Офишенс, браслетики нацепить сказали. Хочу вас божью помощь, все будет четко. Все, мы поехали. Все, уходим из гостиницы. Сейчас будем прыгать в машину. Тут арена, я думаю, минут 5. Поэтому в следующий раз уже покажу, как на арене. Как будем на арене. Тогда? Это машина, папа? Это наша машина. Это машина, да? Ну смотрите. Но это не наша. К сожалению и счастью. Чтоб не забалдели. Вот он, наш автомобиль. Сейчас мы прыгаем и все едет. Опачки, спасибо большое. Спасибо. Дороска. Дороска. Упали, приземлились. Хороший комфорт. Смотрите, сколько народу. Это еще за 2 часа до начала. Какой жиотаж, представляете, в Узбекистане? Ташкент. Канахума арена. Сейчас арена большая, очень красивая. Спасибо. Смотрите, куда мы принесли. Дорожка красная. Куда нам? Ну что, ребят, смотрите на уровень. Это здесь VIP-раздевалки. Бойцов, участвующих в главных боях. Смотрите, красные дорожки. Все забрендировано. Все очень круто сделано. Вообще бомба. И в целом, как бы, подход очень классный. Сейчас покажу вам раздевалки. Там такие комплектующие. Очень классные, очень ответственные. И прям хорошо подошли к организации данного фонера. Вот так выглядит раздевалка. Это синий угол. Смотрите, на каждого боксера выдали комплект полотенец. Забрендированных. Очень-очень четко. Вот так показывает украинского боксера. Вот так арена выглядит при свете. Там липт, наверное, я так понимаю. Все красиво, прям на уровне. Там людей уже довольно много. Скоро будут начинать уже по таймингу. Минут 20 осталось и первый год уже пойдет. Все очень четко. Все тренера работают со своими боксерами сами. Тейпируют сами. Кому-то нужна помощь в ринге, кому-то не нужна. Считаю, что это очень профессиональный подход. Потому что на таком уровне я бы на месте тренера тоже не доверил. Не такому подаемному сотруднику. Там, значит, помогать. Еще сейчас мы сделаем тейп для тамзанинского боксера. Посмотрим. Сейчас я вам покажу, попробую с груди показать. Тейп для тамзанинского бокса. Тейп для тамзанинского бокса. Сейчас мы будем тейпировать второго парня, который берется против Асамбоя Дусматова. Очень интересно, что я сейчас буду его тейпировать, а потом пойду с Асамбоем работать в ринге. Асамбоя тейпирует его тренер сам. Вот так же. Сейчас я тейпирую латышского боксера, соперника Бахадера Джоуова. Тяжеловеса сейчас. Посмотрим, как что получится. Ну что, за тейпирую лит Кристоф Сазукиса из Латвии. Боксер против Бахадера Джоуова будет боксировать. Сейчас у нас небольшой перерыв. И ждем следующую партию пребывающих боксеров. Мексиканцы. Там в Венесуэле сейчас даже есть. Ну и посмотрим, короче. Все, на связи. Сейчас с представителями федерации бокса и с представителями Министерства спорта в Министерстве наставили боксеров свои давания наставления. Пожелания на удачу. Вот такая обстановка у трензеров. Почему я люблю боксировать? Потому что это единственный спорт, который действительно подходит в дисциплине, в работе и в сердце. Окей, окей. У тебя очень много времени в боксировании. И я видел твои трюки, и ты сказал, что... Об camicia. Это очень много, очень много. Угу. Это очень многое время. И готовы к действить и наставить их основные бороды. И... Что вы ждете? Уиграть? Уиграть. Исраэль, очень эллисивный, очень сильный, очень смартный. Шакрам, очень много олимпийских опытов. Сегодня мы будем проводить огромное событие. Мы будем дать людям в Узбекистане один из самых лучших моментов в истории бокса. И что ты можешь сказать для молодых игроков и катмансов? Если ты делаешь это, делай это 100%. Делай себя 100%. Делай все право, и ты сможешь успешен. Просто будь консистент. Попробуй, делай вашу лучшую работу. И, в основном, сделай борьбовам верить в твою способность, чтобы быть кредитным. Спасибо большое. Поздравляем. Смотрите, здесь сумочка. Я следую с Танзанийским боксером. Сейчас на первый бой, на 4 раунда будем боксировать. Посмотрим. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Да, танцует еще. Смотрите, прям шоу. Забабахал. Бля, блин. Бля, блин, смотрите, абсолютно. Блин. Ну, потом поднимаемся в блубую. Блубую, блубую, блубую. Пошли, поехали. На блубую корню. Бля... Что нас никто не встречает, чуть-чуть они, конечно, не обидуются. Очень красиво, очень круто здесь, смотрите. Там неплохо попадает узбекский боксер. Атмосфера, конечно, непередаваемая, очень круто. Сейчас приводим в чувства. Я вспомогал перчатки надевать боксеру танзанийскому, который дерется с Хасамбоем Дусматовым. Титульный бой. Сейчас иду за инспектором, чтобы посмотрели, расписались на перчатках. Сейчас выходим с Хасамбоем Дусматовым. Все будет четко, сейчас мы смотрим. Сейчас на ринг уходит Хасамбо Дусматовым. И с этого боя начинается трансляция на канале DASA. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас на бой Дусматовым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хасамбой Кусноцов! Новый чемпион ВБАИ Интернешнл, Хасамбой. Джуэль Дирус готовит бахадира Джололу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас послушайте зал, у Лучан Джололова объявит, зал взорвется просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я срочно выиграл Бахадир Джололов. Хороший боксор, кстати, в Латвии. Вообще неплохой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно, и не успеваю даже снимать где-то. Ну, понятно, снимать это не первоочередное. Первоочередная это работа. Поэтому где-то урыбываем. Сейчас плавающая пара прям один за одним идут, поэтому буду по возможности что-то показывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, один секунду. Если вы не в порядке, вы должны помочь на что-то, не отвечайте, пожалуйста. Пойдите на официальную таблу и... Тук-тук. Смотрите, я вам объясняю это Иваса. Видите, какая раздевалка. Только что был наблюдателем в раздевалке. Мы поговорим о Соке Ивасе. Ну, посмотрим. Очень интересно было. Посмотрел за техникой тейпирования японского специалиста. Очень много интересного увидел. Японцы вообще сами по себе нестандартные. Тут вообще, короче, два в одном. Было прикольно, в общем. Сейчас Настраил Мадрибов дерется против Коломбо. 4-0, у которого рекорд. Последний раунд боя. Мадрибов-Коломбо. Очень хороший поединок. Такой прям кость-в-кость. Сейчас буду объявлять результат под Мадрибов. Коломбо. Смотрите, 10 раундов влоксировали, парни. Сейчас посмотрим. Израиль. Вадим Катима. Ну что, в режиме лайв сейчас. Шахран Геасов дерется с мексиканцем. У Морены в первом раунде открылось рассечение на волосистой части головы. Баблбол. Сейчас посмотрим, как будем его сдерживать. Смотрю, что опять потекло. Сейчас конец второго раунда. Сейчас будем что-то делать. Будем бороться. Смотрите. Бой вообще неплохой. Термический мажор. Второй бой. А ну и бой. А ну и бой. А то, Мадриба. Ну что, сегодня рабочий день у нас закончен. Мы сейчас все ждем. Вместе с Павлом. У меня как вам написано. Ждем. Главное событие. Иваса Мадалиев. Сейчас вот работал со главным бою. К сожалению. Это не узбекский спортсменом. Но чуть позже увидите там все. Там немножечко за полиция. Там японский спортсмен. Здесь. Эндрей Кака. Через считанные минуты прям начнется главное событие вечера. За два пояса будут тратиться в весе 55,3 килограмма. Ахмадалиев против Иваса. У японца очень неплохой джеб. Первый раунд хорошо держал его на передней руке. Но видимо в углу Ахмадалиеву подсказали. Или плат такой был. Он начал потихоньку добавлять обороты. И со всеми оборотами. Он да совсем нивелировал джеб соперника. И прям неплохо получается сейчас. Прям очень хорошая картинка боя. Я думаю, что если так и будет. То всю дистанцию бой точно не пройдет. Пирамидестан. Нурджан. Эндрей Ахмадалии. Рассчитывая на самую удачную съемку я взял в 6 утра этот. Камень. собрали чумики и чуть осталось совсем отбоксировали вчера отработали чуть попозже запишу последнее видео 13 видео у виски земле хочу подвести небольшой итог очень крутое классное мероприятие мирового уровня удалось пообщаться с большим количеством людей которые боксу очень давно там это инспектора боксерских федераций допустим вчера общался с французом который является судьей рефери федерации ibf и он не сказал что давно он не был на таком качественном хорошем вечере бокса реально очень хорошо ответственно подошли очень круто все организовали по моей работе тоже было все здорово получилось поработать два титуль боя отработался алипийским чемпионом по самбоем гусматовым получилось также вывод работать со главным бою правда работал не шахравом геяцима с его соперником но работаешь с оппонентом опыта будет больше в плане работы с лицом реально там парня посекли с первого раунда там по чуть-чуть по чуть-чуть рассечения осталось но в целом все очень круто все очень классно сейчас летим домой через четыре часа я думаю будем уже в москве в москве тут тоже солнышко погоду с собой солнечную привезли очень хороший турнир планка задрана до небес вообще не могу описать свои эмоции как теперь работать на рядовых вечерах бокса я не знаю чтобы не впадать в депрессию потому что это было что-то очень круто очень классные люди там очень здорово